Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Коммент Бай. В этом видео хочу рассказать о таком моменте монтажном, это противопожарный узел, который устанавливается в кровли. Почему решил отдельно снять, потому что очень много вопросов по ним и с точки зрения пожарной безопасности к нему люди просто не относятся с должным образом. То есть все знают о том, что потолки горят. Но большинство забывает о том, что горят еще и кровли. И помимо того, что бывает приезжаешь на объект, там классно противопожарный узел сделан супер из золотом, изоляция керамического, все по-волшебному, а загорается мембрама кровельная. Почему? Потому что мембрама кровельная прилегает полностью к трубе. Поэтому ни в коем случае делать нельзя. И вот на этом объекте я вам покажу один из вариантов, как можно сделать. Это один из безопасных вариантов, которые, ну, можете смело монтировать. Стандартный шаг 59-60. Вот здесь идет доска и вот здесь доска. Стандартная стропильная система 59-60 см. Мы вывели таким образом, чтобы у нас по центру получился дымоход. И мой вам совет. Если у вас не получается, то сместитесь по центру, не прижимайтесь к одному краю. Потому что очень часто говорю, приезжаешь на объект, чтобы эта труба соприкасается с балкой. Здесь несколько вариантов есть исполнения. Первый вариант исполнения, это варианты, которые реально проверены, это ставите в минерит, либо фламовскую панель, ну, куда-нибудь, что стеклом отнизит и зашиваете. Сейчас у меня много очень таких советчиков начнется. Ставьте супер изол. Да, ставьте супер изол, никаких проблем, но мне они нравятся. Он как материал, я его часто ставлю, но он хрупкий. Знаете, его где-то крепить, вызывает проблемы. Супер изол очень хорошо ставить, когда не на наклонной крыше, а когда ровный пункт, то есть в потолке. Вот так, да. Ну, вот в таких моментах я стараюсь использовать фламовскую панель, либо минерит. И очень плотно надо зашивать. Вот это база стандарта, который в мешках идет, очень плотно-плотно забиваете, для того, чтобы воздуха не было. Еще есть много вопросов. Кровельной мембраме, когда разрезаете, наверное, надо загибать на другую сторону. Это отдельная тема. Поэтому, кто не подписан на мой канал, подписывайтесь. Я буду показывать, рассказывать все эти моменты. И обязательно вот здесь тоже фарьированный базарь мы обшиваемся. И сейчас это все мы закроем. Как это будет дальше? У нас, потому что вопросы возникли с экранного. Угол крыши померил неправильно. Ну, сейчас решим этот вопрос, закроем все моменты. Мы закрыли, потому что взяли маленький экран, а сейчас еще большие. Вот это вот отверстие, чтобы вы понимали, сейчас где-то 650-700 миллиметров под углом. Вот это шаг 600, то есть полностью на балку. И помимо того, под минеритом еще положили базальтовый картон. Ну, здесь лучше перестраховаться. Потому что это довольно важный момент. К нему также надо серьезно относиться, как к противопожарному узлу, именно потолочному. Все, с вами был Дмитрий Михайлов. Comment by. Конечно, подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего строения. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok